Доброго дня, уважаемые граждане Республики Казахстан. Меня зовут Гелия Сергея. Сегодняшнее видео посвящается нашим любимым женщинам, которые готовятся к выплате пособия по рождению ребенка и по уходу ребенка до 1 года в 2023 году в Казахстан. Информация актуальна на 6 октября 2022 года. Итак, чтобы посчитать пособия по беременности родами по уходу ребенка до 1,5 лет в 2023 году, это важно, до 1,5 лет, до 18 месяцев ребенку. Нужно иметь фактические данные за последние 2-4-12 месяцев до мальничной листа о социальных отчлений. Дальше будет выплата по беременности родом, а потом возмещение потери дохода за последние 2-4 месяца по достижению ребенка в 18 месяцев. Где можно взять информацию о доходах женщины? Для этого необходимо взять выписку о социальных отчлений. Взять ее можно на сайте ЕГО. Вот у нас есть ссылка на эту услугу. Так она выглядит. Информация о состоянии отчислений обязательных социального страхования. Можно заказать услугу онлайн. Исполняется она в течение нескольких минут. Так выглядит эта выписка. Обязательно обращайте внимание на эти даты получения, потому что нужна свежая информация, чтобы спрогнозировать возможные выплаты. На что здесь обращать внимание? Кто отправил ваш работодатель? Дальше суммы социальных отчлений и период, за который оплачены. Не важно, когда заплачены. Важно, за какой период были они оплачены. Все это находится под подражанием Министерства социальной защиты населения Республики Астан. И для этого есть отдельный сайт Акционерного общества государства фонд социального страхования. Этого ссылка есть. Как раз по беременности родом. Эту презентацию я выложу. Ссылки будут на свете актуальны. Можно здесь ознакомиться с информацией, материалом. Будет очень полезно. И здесь непосредственно уже до года ребенка. Мы ошляем расчет по таблице, разработанной мной, где мы можем заполнить данные и спрогнозировать будущие выплаты. Берем выписку и начинаем заполнять данные. От оплачены выписки за какой-то период. Вот период у нас в выписке есть. Мы вносим за какой-то период, который нам необходим. Дальше вносим сумму. Сумма автоматически считается. Как только мы заполним фактические данные, мы уже видим доход, который был принят для исчисления социальных отчислений. При этом мы можем спрогнозировать, какие необходимы социальные отчисления доплатить, чтобы повысить доход и получить выплаты, например, до рождения одного ребенка или по рождению и родам. Соответственно, вносится информация по больничному листу, потому что в больничном листе указывают, сколько дней больничных. Стандартно 126 дней. Это 70 дней до родов, чтобы плод окончательно сформировался, и 56 дней после родов, чтобы женщина полностью могла физически восстановиться для дальнейшей работы. При этом имейте в виду, что есть ограничения как по начлению социальных отчлений, так и по выплатам. Не более чем 7 минимальных заработных плат. Поэтому ежемесячная выплата до 1,5 лет ребенку не может превышать более 196 тысяч тенге. По рождению родом, при нормальных родах, когда 126 дней будет выписан больничный лист, то выплаты не могут быть больше, чем 2,058,000 тенге. Если сложные роды, то, соответственно, выплаты могут достичь 2,793,000 тенге. Выплаты осуществляются у нас по нашей таблице. Это наша таблица, где мы вносим данные. Есть информация за 2021, 2022 год, за 2023 год. Минимальные и максимальные социальные отчления. Когда мы вносим сумму, например, смотрите, 5 тысяч тенге, были социальные отчления, значит, доход был 142,857, а значит, зарплата была 158,731 тенге, как минимум. Посмотрите, значит, пенсионные отчления должны быть 15,873. Если отчислений пенсионных меньше, значит, работодатель не со всего дохода оформил социальные отчления, а скорее всего, части дохода оформил как разовую премию, которая не попадает для исчлений социальных отчлений. В любом случае, больше, чем 7-кратная минимальная зарплата отчлений не могут быть. Вот, смотрите, в 2021 году это было 10,412,50, это значит, доход не мог быть больше принят, чем 297,500, а зарплата 330,555 тенге. В 2022 году максимальное отчление было 14,700, это значит, доход был не больше, чем 420,000 тенге, и зарплата с обязательным пенсионным отчлением 466,000 тенге. В 2023 году максимальный доход будет 17,150, социальное отчление не больше, чем 17,150, значит, доход не может превышать больше, чем 490,000. А зарплата для расчета обязательных пенсионных вносов 544,444 тенге. Соответственно, у нас формируются здесь сразу выплаты, которые будут у человека, например, по родам и по уходу за ребенком, и, соответственно, мы можем планировать, какую сумму человек может перечислить. Обратите внимание, что вот эти ограничения действуют на доход с одного места работы, но человек может иметь 2 работы, 3 работы, 4 работы и так далее. С каждого может отчислить. Самое главное, что при начислении доход не может быть больше, чем 7-кратный размер минимальной заработной платы. При этом мы можем сопоставить начисление с гарантированной социальной выплаты за счет государственного бюджета 2021, 2022, 2023 год, пособие по рождению ребенка 1-2, у нас в 2023 году будет 131 тысячи деньги, в 2022 году 120 тысяч, за четвертая и более ребенка в 2022 году 200 тысяч, в 2023 году будет 217 тысяч. Дальше по уходу за ребенком до года за первого, в этом году 18 тысяч, в следующем году будет 19 тысяч 800 и так далее. То есть это мы тоже сопоставляем с гарантированной выплатой за счет государства, это государственный бюджет, а это выплаты из Государственного фонда социального страхования. Соответственно, мы можем управлять своими размерами социальных отчислений с нескольких мест работы, для того, чтобы получить максимальные выплаты, потому что очень важно, чтобы мама находилась на декретном, не переживала ни о продуктах, ни о памперсах, значит ребенок вырастет со здоровой психикой и крепким телом. Дальше у нас есть рекомендации по месту работы, какие необходимы по беременности родом, может быть необходимо сделать корректировку налогозаконодательства за прошлые периоды, например, 2021 год, 2022 год. Кто может вам помочь в этих расчетах? В этих расчетах поможут вам мои ученики, помогут подготовиться к родам в Казахстане, это Уральский, Барсаков Никита, адрес Уральск, улица Ихсаново, 44-4, кабинет 101, Верминтао, Сауле, в семье Эльмира. Причем вы можете обращаться не только в этих городах, можете обращаться просто по WhatsApp, и вас дистанционно смогут проконсультировать. Кроме того, мои ученики Сара Салтая, Шамшия Караганда, Микен Сактау, Агерим Тарас, Ириновский Миногорск, Оксана Толды Курган. Все они готовы помочь вам подготовиться к родам в Республике Казахстан. Меня зовут Белялова Сергея, по Казахстану, если вам интересно поговорить со мной, только можете звонить по WhatsApp или Telegram на мой телефон. Мой телефон это тоже самое и моя почта. По России 995-118-49, или почта 18-49. У меня есть Telegram, YouTube-канал, Rootube, Яндекс.Зен. Обращайтесь, всегда готовы вам помочь на основании наших таблиц, и подсказать, сколько вы можете получить пособий по беременности, родам, или по уходу за ребенком до полутора лет. Полутора годового возраста установили, устанавливали с 2023 года. А у меня на сегодня все. Доброго дня! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...